И третья возможность, конечно, была бы мне бросить все и пасти овец. Всем привет с острова Сицилия, так у меня начинается почти каждое утро. Мы находимся на террасе многосемейного дома, где у Филиппу есть квартира, которая ему досталась от его родителей. Квартира небольшая, две с половиной комнаты, плюс кухня, ванная, коридор. Но мы семья абсолютно не квартирная, и поэтому нам очень хочется поскорее переехать на хутор. На хуторе мы проводим каждый день с утра до вечера, а на ночь уезжаем в город. Почему мы это делаем? Да потому что для того, чтобы ночевать на хуторе, нам нужна вся необходимая мебель и так далее. Этого мы делать не хотим, мы не хотим перевозить нашу мебель на хутор или обзаводиться новой мебелью, пока в доме не будет проведен ремонт. Заниматься ремонтом дома мы планируем сразу, как только будет доделана пристройка. Существует еще одна причина против переезда. Дело в том, что у нас в Германии был уже дом, мы его покупали 12 лет назад, и этот дом мы тоже ремонтировали. Ремонтировали мы его с большим вложением собственных сил. И спали долгие месяцы в условиях стройки. Детей у нас тогда еще не было. Ну, как говорится, один дом мы уже построили, через все это мы уже один раз прошли. И во второй раз, а теперь уже и с двумя детьми, спать посреди мешков цемента нам не хочется. Поэтому будем надеяться, что все пойдет быстро и гладко, и мы поскорее сможем перебраться на апельсиновый хутор. И куда мы сейчас и отправимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Первые две балки для кровельной конструкции покрашены. Вчера вечером в пятницу пришли все необходимые строительные материалы для покрытия крыши. Заказано все было строительной фирмой. Вчера вечером это все было сложено у нас во дворе. Мы еще вечером с Филиппо перенесли дерево под прикрытие, потому что на выходные обещали дождь, который так и не пошел. Конструкция для крыши будет строительной фирмой. Конструкция для крыши будет строиться из дерева, а покрывать крышу будем сицилийской черепицей. Производят такую черепицу недалеко от нас в городе Джелла. Первые две балки у нас уже высохли, поэтому будем приниматься за следующие, для того, чтобы в апартаменте как можно скорее появилась крыша. Продолжение следует... Продолжение следует... Поехали! Поехали! Где папа, Белло? Пойдем искать папу. Где папа? Там! Пойдем! Нашу бензокосилку мы еще не включали, не заводили. Сделаем мы это вместе немного позже. Последние три дня мы были заняты только тем, что красили дерево на крышу. Поэтому руки ни до чего другого больше не дошли. Сейчас мы посмотрели еще раз на наши саженцы. Их нужно срочно пересаживать. Пока Филиппо мне копает первую лунку под дерево, мне бы хотелось озвучить тему животных на апельсиновом хуторе. Нам очень часто в комментариях пишут, что лучшая газонокосилка это животные и в частности овцы. Я абсолютно поддерживаю ваше мнение. И в будущем мы планируем работать на участке с помощью животных. Почему мы не заводим овец уже сейчас? Дело в том, что для охраны овец нужно или огороженная территория, или другая возможность это обученные взрослые собаки. И третья возможность, конечно, была бы мне бросить все и пасти овец день и ночь. На апельсиновом хуторе ситуация такова. Забор у нас присутствует только частично. Охранник у нас хоть и умный, но еще очень молодой. Ему всего 4 месяца. Других помощников для Белло, то есть дальнейших собак, мы заводить пока не хотим. И мне лично принять решение уйти в пастухи не так-то просто. Поэтому будем идти к нашей мечте шаг за шагом. И скорее всего будем огораживать всю территорию размером полтора гектара. Но это планы на ближайшее будущее. А сейчас, как вы видите, ко мне пришел Белло с перчатками. Значит нужно идти работать. Будем сегодня вишню сажать Белло. Пойдем. Садим первое дерево вишни. Лунку мы залили водой по совету наших зрителей. Я считаю, что это очень здорово, что не только мы делимся нашим опытом с вами, но и вы вашим с нами. Я только что на просторах интернета нашла, что привитое место нужно оставлять над поверхностью земли. Я не знаю, что это не так-то. Это не так-то. Я ищу. Я ищу. Субтитры сделал DimaTorzok Осталось деревце еще распалить сверху и замульчировать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то подошло время посадить на апельсиновом хуторе картошку. Напишите мне в комментарии, какое расстояние вы оставляете между лунками. Буду очень рада. Садим картофель по нитке, так как всегда это делали мои родители. Картофель мы садим в то время, когда на Сицилии уже собирается первый урожай картофеля. Некоторые зрители у меня спрашивали, почему мы сеем, например, огурцы не сразу в грядку. Дело в том, что у нас еще 6 недель назад не было ни дома, ни участка. Поэтому работаем мы по возможностям, освобождая участок постепенно от сорняков и тем самым создавая новую площадь для посадки овощей. Лиза нашла на террасе герань в горшке. И сейчас мы ее хотим посадить рядом с капустой. Сейчас вытащим мы ее вместе, Лиза. Только сначала траву прополоть надо, дорогая моя. Лизонька, с корнем и на грядку складывай. Под капусту складывай, Лизонька. Герань рядом с капустой мы тоже будем садить по совету зрителей против бабочки-капустницы. А здесь маленькая была. Смотри, какая маленькая. Здесь два растения, мы их сейчас поделим, Лиза, им даже три. С лопатой делись, Лиза, вот так держи, Лиза. Держи крепко вот здесь, Лиза. Теперь растения у нас получились. Садились, Орд. Рост гераний в таких теплых регионах. Как Сицилия, нужно обязательно контролировать. Герань здесь часто садят около заборов. И она вырастает размером с дерева. Происходит это потому, что на Сицилии, по крайней мере в прибрежных регионах, не бывает заморозков. Я знаю еще из Германии, что герань очень чувствительна на морозы. И если я ее не успевала пересадить, она у меня замерзала уже при нуле градусов. Остальную посадим с другой стороны, Лиза. И маленькую. И маленькую? Да. Тоже посадим в другое место. Пока ребята работают на крыше, мы находимся на завершающей прямой, что касается крыши. Мы в это время продолжаем расчищать участок непосредственно перед домом. Здесь мы планируем посадить кустарники различных сортов смородины. Здесь у нас смородина красная и черная. А также куст кружевника. Садить кусты будем около забора наряду с декоративными цветами. Японская мушмула у нас уже поспела частично. И ее можно есть свежей. Вкусно. Вкусно. Вкусно? Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Боишься, Лиз? Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 2 косточки давние обычном ягоде дадим немного поспеть еще до на этом всем сегодня скажем до свидания и до новых встреч